Сын в этом году пошёл в первый класс и столкнулся с хулиганами. В классе его могут толкнуть, стукнуть и выкинуть его вещи. Как помочь сыну? Если на него нападают, то он слабый и лёгкая добыча для них. Понимаю, это наши ошибки в воспитании, только какие именно? Муж видит решения в секциях, борьбы и бокса, только это не работает. До этого целый год водили через силу и нежелание сына. Он не влился туда и был последним. Как можно сделать сына сильнее? Спасибо. Вместе с отцом. Папа есть, это уже прекрасно. Вместе с отцом, на лыжах, на коньках, в любую секцию. Мужчина мужчину учит навыкам. Значит, не нужно говорить о том, что он слабый, нужно говорить о том, что обязательно всё получится. Папа должен стать для сына самым классным, самым достойным учителем. Авторитетам, наставникам. Всё то, что отец сможет передать, всё то, чему он сможет научить, нужно привнести. Недостаточная агрессия. У нас же есть две крайности с вами, да? Одних деток мы залюбливаем, прям залюбливаем, залюбливаем. И они становятся чуть-чуть инфантильны. Других мы, наоборот, немножко игнорим, заставляем, принуждаем. И они копят агрессию. Нужно найти золотую середину. Это различие. Когда нужно защищаться, и этому нужно учить ребёнка защищаться. А когда нужно словом, а когда нужно и рукой. Дети на самом деле, они самые агрессивные. И если они нападают толпой, то, как и в нашем с вами взрослом случае, нужно обязательно научиться совладать с авторитетом. То ли с вожаком стаи. И как только с вожаком в стае будет пройден конфликт, ваш сын сразу научится. Чем дольше и принудительнее вы его будете что-то заставлять делать, тем больше будет взращиваться сопротивление. Сопротивление, к сожалению, оно всегда внутренне порождает страх. Страх изменений, страх начать что-то. Вместе с отцом. Вместе, вместе и ещё раз вместе. И папа должен показать, что это возможно. Просто возможно. Он должен его поддерживать. В обязательном порядке. И тогда со временем всё это получится. Только не паникуйте. Не паникуйте. Говорите, не вопрос. Всё сделаем, всё решим. И не ябедничайте учителям. Потому что учителя у нас тоже всякие бывают. И когда это показательная порка, то за дверями класса, когда учитель ушёл в учительскую, ну, вашему сыну будут доставаться. Учитесь защищаться. Учите его защищаться. Тем более есть папа. Это же прекрасно и замечательно. Нужно, чтобы он увидел, ваш сын увидел, что это возможно. Вот так это работает. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...